Ну что же, бойцы, всем здорово! И как вы поняли, это первое видео на тему нокдаунов недели. Сразу хочу сказать спасибо ребятам, которые приняли участие, а также кто голосовал. Но, пацаны, я сделал не только три нокдауна, а оставил еще пару моментов, которые должны вам понравиться. И мы переходим к самым залайканным видео. И третье место занимает лучшая сальтушка Хивхатабыча. Честно говоря, когда первый раз увидел, пересмотрел около пяти раз подряд. Спасибо огромное за видео Паше Шельпякову. Давайте перейдем ко второму месту. Видео, которое набрало 18 лайков. И здесь у нас красивейший глухой нокаут в стиле шоу Таи Петиса. И самое ценное в том, что соперник больше не поднялся. За видео хочу поблагодарить Руслана Решетникова. И прежде чем я покажу нашего первого победителя в рубрике Нокдаун недели, я хочу вставить одно видео, которое должно войти в этот топ. И вошло оно сюда за старание того же человека, а именно Руслана Решетникова. Оно набрало 14 лайков. Ведь не часто мы видим комбинацию из трех тяжелых ударов. А это такие удары как ножницы, бэкфист и удар с локтя. Тимур и Някин, передаю тебе привет. Говорю спасибо за участие и вот оно, в топе всех нокдаунов. Все внимание на экран. Здесь, я думаю, ребят, комментарии не к месту. Вы все сами видите. Итак, ребят, стоим и никуда не расходимся. И давайте посмотрим такое видео, которое назвал Нелепость недели. Как мы видим, для этих девочек, которые пытаются доказать, кто из них круче в октагоне, не составило проблем принять привычную для них позицию. Но сделали они это одновременно. И если честно, такое я вижу впервые. Спасибо за видео Роману Жуку, который, наверное, даже и не знает, что попал в этот ролик. Если вам уже надоело смотреть это видео, то сейчас лучше замолчите, так как легендарный Артем Лобо врывается и в очередной раз доказывает, что он является неповторимым гладиатором восьмиугольника. Пухлозадой, которые заняли место в Нелепости недели, это была всего лишь разминка ваших глаз. Жалко, что операторы даже не стали показывать замедленные повторы. А все это, наверное, из-за той жижи, которой оставил его противник после такого величайшего нокдауна. И, кстати, если б не Григорий Домарев, который украл эту запись у самого Артемки, наши глаза лишились бы и того счастья, что мы могли лицезреть. Ну что же, давайте все вместе, наверное, переведем свое внимание на последний ролик. И я сразу хочу задать вам такой вопрос. А что здесь происходит? А ответов должны написать в комментарии. И прежде чем свалить, хотелось бы понять, нравится ли вам такой контент или нет. Если да, ставьте палец вверх. Ну а с вами был Антон. Всем всего хорошего и до скорых встреч.